Субтитры создавал DimaTorzok Я только повторюсь о том, что было в прошлые разы. Формула, вы слышали, была сказана. Это формула, которую используют также раввины. Это значит, что есть мнение, что это надо понимать буквально. Это значит, что не прелюбодействует. Всякая вещь, которая в самом деле действительно вот этим актом прелюбодеяния является, оно уместно. Только запрещено, вот только вот прелюбодействие и все. Это толкование, когда люди говорят вот это вот понимание, намерение Торы. Иешуа говорит, нет. Не думайте, что вы можете достичь почти акта прелюбодеяния, и это еще не будет грехом. Намерение заповедей. И Лимнуа, микем, афилу, риткарев, лахет, чтобы вы избежали даже приближения к греху. Почему он это говорит? Потому что есть у нас такие стихи в Библии, в Торе. И вообще в Библии. Когда можно прелюбодействовать глазами. Или ртом, устами. Или сердцем. Поэтому, когда Иешуа берет всю эту картину, Он говорит, не подумайте, что только вот это вот непосредственно действие прелюбодеяния является намерением заповеди. Я говорю вам, что намерение заповеди в том, чтобы человек даже не смотришь, в сторону женщины с намерением достичь прелюбодеяния. Если он смотрит на женщину уже вот с таким вот вожделением, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Когда мы говорим молитву «Шма Исраэль», слушай Израэль. Третье выражение приходит из книги второзакония, где написано, где мы надеваем вот эти кисточки цицит. Когда мы надеваем цицит, чтобы вспоминать, что нельзя прелюбодействовать нашим сердцем. Или нашими глазами. Поэтому Иешуа говорит, что намерение заповеди не только буквально конкретно, но чтобы ты избежал даже приближения к греху. Поэтому не смотри на женщину, чтобы ее захотеть. Если ты так делаешь, то уже в своем сердце, в своем воображении уже с ней прелюбодействовал. Если твой глаз тебя ослабляет, вырви его. Выброси его. Для тебя лучше, если ты попадешь в искупление с одним глазом, чем попадешь в ад с двумя. Да. Это то, что Иешуа говорит. Он говорит, если правая рука тебя вводит, а труби ее и брось. Ашлэх ота. Китоб лэха, ябер мя гуф шелха, миларедет легеном, им гуф шелха шалэм. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твоё тело будет гореть в гиене. Эта вещь. Эта вещь. Он ехат ме хатфис, а лимудим шел Иешуа. Вот это учение Иешуа. Ше мать им меоот им арабаним. Которые очень перекликаются с раввинами. А прушим лимду тиврах, мя киур, в коль дабар шедомелу. В фарисе говорили, убегай от греха и всего, что на него похоже. Зе лимуд пруши класима шелха. Это классическое фарисейское толкование. То, что Иешуа я пруши. Потому что Иешуа был фарисеем. И апостолы были фарисеем. И Павел был фарисеем. Павел говорит, я фарисей, сын фарисея. И тот, кто верит в ангелов, в чудеса и знамения, тот, кто верит, что есть воскрешение из мертвых, он является фарисеем. Это революция, которую сделали фарисеи во втором столетии до нашей эры. Тот, кто верит, что он может читать в Библии и узнать Божье желание из текста. Он фарисей. Я фарисей. Если вы верите в воскрешение из мертвых, то вы тоже фарисей. Не лицемеры. Но верим в чудеса, верим в знамения, верим в воскрешение мертвых, верим в ангелов. Мы фарисеем. Но не лицемеры. И Иешуа здесь приносит это фарисеем. Согласно принципам, что есть воскрешение из мертвых, есть жизнь после смерти, есть день и динь, есть день и динь. И мы заплатим за все. Поэтому он говорит, что гораздо лучше попасть на небеса с одним глазом, чем в ад с двумя. Этот принцип пришел от фарисеев из иудейского мира первого века. И в 31 стихе И в 31 стихе И все основано на том, как читать Тору. И все основано на фарисееве, который начинал в пасуг 31, весь этот спор, который начинается в 31 стихе, мебусас о двумя 24 стихе в пасуге. Основан на вторзаконии 24 глава, первой стихе. Там написано, человек, который найдет неугодное в своей жене. И они спорили, президентами Верховного Суда в свое время. Одного звали Шамай, и второго звали Гилель. И они спорили, какое намерение в двумя 24 во вторзаконии 24 на вот этот термин, то есть неугодное. Гилель сказал, Акцент это на вещи, вот что-то. Шамай говорил на термин Эрва. Эрва это половые отношения неодобренные Торой. И потому что написано как эти два понятия вместе Эрват Давар То есть и неугодный секс Хорошо. Второзаконие 24 Второзаконие 24 мы прочитаем. Положим, некто женился и стал жить с женой, но она ему не понравилась, ибо он нашел в ней что-то неподобающее. где? В русском Давар в 2 милим, можно дать развод и он поставил и он поставил акцент на вот это вот неподобающее слово Эрва. Хилл Хилл красивая, Он сказал тот же грех. Это значит, И так, Иешуа, он на стороне Шамая. Он согласен с Шамаем и не согласен с Хилелем. Только по факту прелюбодияния. Он говорит, если ты предупрежден, что это не по факту прелюбодияния. Если ты прогоняешь и увольняешь свою жену не по причине прелюбодияния. Ази ло мегурешет беемет. На самом деле она неразведенная. Ваази мишу итхатенита. И так, если вдруг кто-то на ней женится. Им аиша груша ло биглал неув. Если жена разведена не по причине блуда. Ваахер митхатенита. И другой на ней женится. Так вот она начинает прелюбодействовать. Потому что она на самом деле это незаконный развод. И это учение. Сума сводит последние 20 лет церкви на западе. Были старейшины. Что у нас тоже были такие случаи в стране. Что миша итхатен. Тот кто женился. Лепней шеу нея маамин. До того как он стал верующим. Ваитгареш лепней шеу нея маамин. И развелся после того как он стал верующим. Ваахерезе нея маамин. И после этого стал верующим. Ваитхатеним миша шеа груша лепней шеа мааминна. И женился на женщине которая была разведена до того как стала верующим. Появились старейшины которые учили. Он на самом деле должен сейчас с ней развестись. Чтобы жениться снова на первой своей жене. И это работает в математике. Минус. Минус. Минус умноженный на минус дает плюс. Но только в математике. В супружеских отношениях это не работает. Два раза развестись чтобы исправить первый брак. Это не работает. И я могу вам это доказать. Но сейчас мы изучаем Нагорную проповедь. И мы продолжим в следующих стихах. На следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин